Самые опасные хищные растения на Земле За время существования жизни на нашей планете, эволюция живых существ, которые ее населяют, порой приобретала самые причудливые и необычные формы. Все живые существа стремятся приспособиться к изменениям условий обитания и расселиться на как можно большей территории. Один из основных критериев, наиболее ярко выраженный у животных, по которому они могут быть разделены на две больших группы, это способ питания. В ходе эволюции некоторые существа пришли к решению получать энергию путем переваривания животных белков. Другими словами, они предпочитают охотиться на живых существ. Если мы достаточно спокойно воспринимаем наличие питающихся таким способом животных, то существование растений-хищников вызывает как минимум недоумение. Что же стало причиной их появления и насколько опасны такие представители современной флоры? В видеороликах на канале Эпоха динозавров можно найти примеры различных вариантов работы эволюции в разные времена и в разных условиях. Подписавшись на наш канал, вы сможете первыми узнавать о выходе новых выпусков и высказывать свое мнение в комментариях под видео. Также призываем наших подписчиков активнее поддерживать канал при помощи лайков. Ученые считают, что причиной перехода на такой необычный для растений способ питания стали сложные условия обитания. Местность, где росли предки современных хищных растений, не могла обеспечить их всеми необходимыми для жизни веществами, особенно азотом. Поэтому недостаток солей и минералов они начали восполнять с помощью охоты на насекомых и на мелких животных. Это значит, что еще во времена динозавров, а может быть и намного раньше, насекомые и небольшие животные могли стать жертвами подобных хищников. Сейчас на планете насчитывается более шести сотен видов хищных растений. Большинство из них растет на болотистых или песчаных почвах, торфяниках, на скалах и даже в неглубоких водоемах. Но встретить такие растения можно практически в любой экосистеме. Обычно они выбирают для обитания места, где сложно выжить обыкновенным растением. Наиболее распространены хищные растения в Юго-Восточной Азии, Южной Америке, Африке и Австралии. Каждый вид за время существования выработал собственные приспособления для более эффективной охоты. Среди самых распространенных механизмов, которые помогают приманить и удержать жертву, есть и захлопывающиеся листья, и липкие лепестки, и сложные лабиринты, в которых добыча удерживается при помощи множества тонких волосков. Также некоторые плотоядные растения оснащены цветами в форме кувшинов, наполненных липкой жидкостью. Есть даже растения, которые улавливают и засасывают добычу при помощи вакуумных пузырей. Итак, вашему вниманию представляем топ-10 самых известных растений-хищников. Непентес или кувшиночник. Это растение распространено практически по всей Юго-Восточной Азии. На территории Китая, Малайзии, Индонезии, Филиппин и многих других государств растет более 130 видов этих лиан длиной до 15 метров с крупными кувшинообразными листьями. Также среди растений этого рода встречаются многолетние травы и кустарники. Местные жители называют подобные растения обезьяньей чашкой, из-за того, что обезьяны приспособились пить из этих природных емкостей дождевую воду. Способ охоты достаточно прост, но очень эффективен. Внутри свернутого в форме чашки или кувшина листа накапливается липкая жидкость. В ней тонут насекомые и маленькие зверьки, которые соскальзывают туда по гладким, смазанным особым веществом стенкам. Растение переваривает свою добычу при помощи желез, расположенных в нижней части ловушки. В самых крупных кувшинах может накапливаться до двух литров такого бульона. Он помогает растению восполнить дефицит минеральных веществ. Сарацения. Это растение также использует ловчие листья, свернутые в виде чашки. Сверху над такой емкостью располагается небольшой капюшон, закрывающий от дождя. Это не дает воде попасть внутрь и разбавить пищеварительные соки. Насекомые, привлеченные приятным запахом нектара, тонут в этом бульоне и перевариваются в течение нескольких часов. Сарацения распространена по всему североамериканскому континенту, от Канады до Мексики, но в основном ее можно встретить на юго-востоке Соединенных Штатов. Генлисея. В Африке и Южной Америке существует 21 вид этого растения. Они обитают в местах с влажной почвой или в полуводной среде. Генлисея представляет собой невысокое травянистое растение с желтыми цветами. Эти цветки имеют форму крабовой клешни и покрыты мельчайшими волосками. Волоски располагаются так, что попавшее в них насекомое может двигаться только внутрь цветка и не способно продвигаться к выходу. Также, кроме обычных зеленых листьев, отвечающих за фотосинтез, генлисея, лишенная корней, обзавелась особыми подземными листьями. Они обеспечивают растения водой и помогают закрепиться в почве. Они имеют форму трубки и тоже способны переваривать попавшие внутрь микроорганизмы. Дарлингтония калифорнийская. Единственное в своем роде хищное растение, обитающее в единственном месте на планете – в болотах и холодных водоемах американских штатов Калифорния и Орегон. Она также использует ловушку в форме крабовой клешни, а не ловчие листья. Ее листья имеют форму луковицы и образуют внутреннюю полость. Насекомых привлекает рассеянный свет, проходящий через эти листья. Оказавшись в гуще мелких липких волосков, добыча попадает в западню. Единственное возможное направление движения приводит насекомое внутрь ловушки. Там растение его переваривает. Пузырчатка. Считается, что предки этого растения первыми перешли на новый способ получения питательных веществ. Сейчас на всех континентах нашей планеты, кроме Антарктиды, обитает 220 видов пузырчатки. Все они живут в пресных водоемах или влажных почвах. В качестве инструмента для ловли добычи эти растения используют пузырьки размером от 0,2 до 12 мм. В ловушки таких малых размеров могут попасть совсем небольшие существа. Самая крупная добыча – это водяные блохи и головастики. Принцип работы ловушки заключается в мгновенном засасывании внутрь добычи, которая оказалась поблизости. Жирянка. Ученые насчитывают около 80 видов этого плотоядного растения. Они обитают в Евразии и на обоих американских континентах. Они обладают сочными мясистыми листьями розоватого или ярко-зеленого цвета. На поверхности листьев есть особые клетки двух типов. Одни из них вырабатывают клейкое вещество, другие – пищеварительный фермент. Прилипшие к листьям насекомые перевариваются заживо прямо на поверхности листьев жирянки. Росянка. Одно из наиболее распространенных на Земле насекомоядных растений. На всех континентах, за исключением Антарктиды, обитает около 200 видов росянки. Они выглядят как растения с прикорневыми или вертикальными розетками высотой от 1 сантиметра до 1 метра. Живут такие растения до 50 лет. Инструмент, который росянки используют для охоты – это подвижные щупальца, выделяющие сладкую липкую жидкость. Насекомые, которые заинтересовались этой приманкой, намертво прилипают. Остальные щупальца начинают их обволакивать и медленно переваривать при помощи выделяемых железами растения ферментов. Библис или радужное растение. Такое название это растение получило за свой внешний вид. Выделяемая им слизь переливается на солнце и привлекает потенциальную добычу. Принцип охоты аналогичен ловушке, которую использует росянка, но эти растения не являются родственными. Трубчатые листья растения покрыты волосками, которые и выделяют эту липкую смесь. Альдрованда пузырчатая. Еще одно водное растение в нашем списке. У нее нет корней. Она растет со скоростью до 9 мм в день. При этом с обратной стороны стебель постепенно отмирает. Стандартный размер такого растения от 6 до 11 см. От стебля отходят от ростки. На их концах закреплены двустворчатые листья ловушки. При касании жертвой тонких волосков на листьях такой капкан захлопывается. Это движение является одним из самых быстрых в природе. Венерина мухоловка. Наверное, это самое известное хищное растение на свете. Это небольшое растение с листьями, которые умеют захлопываться наподобие капкана. Внутри листья имеют красноватый оттенок. Такая расцветка вместе с выделяемой растением слизью привлекает насекомых. Попав внутрь, насекомые оказываются в ловушке. Из нее нет возможности выбраться. Жертвы венериной мухоловки перевариваются заживо. Благодарим зрителей, которые досмотрели видео до конца. Больше узнать о различных способах приспособления других живых организмов, полученных в результате эволюции, можно из роликов нашего канала.